Привет, ребята! Меня зовут Алена Клименко. Сегодня хочу рассказать вам, объяснить вам один очень важный процесс – это осмос. Если вы его поймёте, вы совсем другими глазами уже посмотрите на большинство заданий второй части. Ну что ж, поехали, давайте посмотрим. Посмотрим, что это такое. Осмос – это процесс, при котором вода проходит через полупроницаемую мембрану. Смотрите, что такое полупроницаемая мембрана. У нас в клетке, в организме практически все клетки состоят из полупроницаемых мембран, которые обладают избирательной проницаемостью. То есть какие-то вещества могут через них проходить, а какие-то нет. Поэтому называется полупроницаемая. В общем, вода проходит через эту мембрану из области с низкой концентрацией солей в область с высокой концентрацией солей. То есть смотрите на рисунок. Вот здесь имеется вода и здесь вода. Они отделены, вот эти два отсека, с помощью полупроницаемой мембраны. То есть что-то может через неё проходить, что-то нет. С правой стороны вода содержит в себе низкую концентрацию солей. То есть видите, жёлтые точечки – это молекулы соли. Здесь их мало. С левой стороны вода содержит большое количество соли, высокую концентрацию солей. И эти точечки содержатся здесь в большом количестве, эти молекулы соли. Почему мембраны полупроницаемы? Потому что вода через неё может проходить, соли нет. Итак, благодаря осмосу вода будет переходить из области с меньшей концентрацией, то есть справа, в область с высокой концентрацией, то есть налево. Соответственно, вода будет переходить вот таким образом. Теперь посмотрим, как это применимо к вопросам на ЕГЭ. Первый классический вопрос касается эритроцитов. Вот в клетках, запомните, ребята, что в клетках организма концентрация солей равна 0,9%. И если взять раствор с концентрацией солей 0,9%, он называется изотонический или физиологический. И, соответственно, если мы поместим в такой раствор эритроциты, которые внутри тоже содержат количество солей, концентрацию солей 0,9%, то с эритроцитами ничего происходить не будет, вода не будет из них уходить или, наоборот, в них пребывать. Соответственно, это комфортная концентрация для эритроцитов. Но если мы возьмём раствор более солёный, более 0,9%, это уже называется гипертонический раствор, от слова гиперповышенный. И оказывается, что концентрация солей снаружи эритроцита будет выше, чем внутри, потому что, ну, больше, чем 0,9%. И вода будет переходить из области с низкой концентрации в область с высокой концентрацией, благодаря осмосу, и, получается, она выходит из эритроцита. Таким образом, эритроцит сжимается и съёживается. И получается вот такая картина. Второй вариант, если концентрация солей в растворе окажется меньше 0,9%, либо вообще солей не будет совсем, то есть там будет 0% солей. Такая вода называется дистиллированная, когда нет совсем солей. Дистиллированная вода, либо гипотонический раствор. Таким образом, оказывается, что снаружи эритроцита количество солей меньше, чем внутри эритроцита. И вода будет приходить в область с большей концентрацией солей, значит, внутрь эритроцита. Это предведёт к тому, что эритроцит начнёт разбухать, то есть наполняться этой водой и может даже лопнуть. На ЕГЭ дают это задание крайне часто, чуть ли не каждый год. Обычно в задании указывают какой-то один тип раствора гипертонический по сравнению с физиологическим, либо гипотонический по сравнению с физиологическим. Ну и в первой части периодически это тоже спрашивают. Это был первый вариант, как используется осматическое давление. Второй вариант – это плазмолиз. Плазмолиз – это тоже отдельное явление, при котором наблюдается отделение протопласта. Протопласт – это практически вся клетка, кроме клеточной стенки. Вот всё, начиная с плазматической мембраны. При плазмолизе происходит отделение вот этого протопласта от клеточной стенки в гипертоническом растворе. То есть, если поместить растительную клетку, ну или любую клетку, содержащую клеточную стенку, клетки животных не подходят, потому что клетки животных не содержат клеточные стенки. Так что плазмолиз для них не характерен. Ну, поэтому возьмём клетку растительную, помещаем её в гипертонический раствор. Происходит отделение протопласта от клеточной стенки, потому что в гипертоническом растворе вода будет переходить в более солёное пространство, то есть будет выходить из клетки наружу. Потому что раствор гипертонический, то есть очень солёный. Ну, если такую клетку вернуть в изотонический или гипертонический раствор, она снова начнёт наполняться водой, и это будет явление деплазмолиз. Но сейчас мы не об этом. Таким образом, в плазмолизе тоже вмешался осмос, потому что вода выходит благодаря осматическому давлению, и это приводит к отделению протопласта. Следующее задание. Какие процессы обеспечивают передвижение воды и минеральных веществ по растению? Это 22-е задание, за которое дают 2 балла. Здесь нужно назвать вам минимум 2 процесса. Первый процесс – это испарение воды через урстицы, что приводит к сосущей силе. Но так как мы сейчас говорим про осмос, мы не будем подробно размусоливать этот пункт. Мы подробнее поговорим про второй пункт. Второй пункт вы должны здесь сказать про корневое давление. Каким же образом оно возникает? Дело в том, что в клетках корней, вот посмотрите, допустим, вот эта клетка корня, в клетках корней содержится большое количество солей, больше, чем в почве. И вода, благодаря осматическому давлению, благодаря осматическому давлению, будет переходить из области с меньшей концентрацией в область с большей концентрацией, то есть из почвы в корень, потому что в почве концентрация солей ниже, чем в корне. И, соответственно, вода попадает в корень, в растение, и начинает давить и подниматься вверх. Благодаря этому формируется восходящий ток. Также, кстати, по этому поводу, вот только сейчас я вспомнила, был вопрос, если поместить растение в подсоленную воду, что с ним произойдет? Если поместить растение в подсоленную воду, то раствор окажется гипертоническим по отношению к концентрации солей в корнях. И, соответственно, будет нарушен вот этот осмос, и вода будет вместо того, чтобы заходить в корень, будет из корня выходить, потому что концентрация солей в воде, в подсоленой, будет выше, чем в клетках самого корня. И это приведет к тому, что растению будет не хватать воды, и оно быстрее завянет. И последнее задание, которое мы с вами разберем. Первому испытуемому предложили выпить литр соленой воды. То есть один человек пьет соленую воду, 18%, но это точно гипертонический раствор. А второму испытуемому предлагают выпить литр дистиллированной воды. То есть это, по сути, гипотонический раствор. Как изменится объем мочи у испытуемых в сравнении с использованием ими соленой и дистиллированной воды? Ответ поясните. Значит, человек, который пьет соленую воду, он повышает концентрацию солей в клетках. Нарисуем клетки организма. И в них повысится концентрация солей. Потому что человек выпил воду с солей. И вода будет накапливаться в этих клетках. Клетки разбухают, и, соответственно, количество мочи выделится меньше. Потому что вода накопится в клетках. Ну и действительно, если поесть, например, соленую рыбу, напиться воды, на следующий день обычно наблюдается большое количество отеков. Потому что вода накапливается в клетках благодаря астматическому давлению. Потому что в клетках большое количество соли. И вода устремляется в область с наибольшим количеством солей. А человек, если выпил дистиллированную воду, вода не накапливается в клетках, выводится с мочой. И поэтому у человека, который пил дистиллированную воду, у него образуется больший объем мочи в сравнении с человеком, который пил воду подсоленной. В общем-то, такое задание. Надеюсь, вы разобрались с этим процессом. И вы, может быть, увидите какие-то еще другие задания, касаемые астматического давления. Но я уверена, что теперь вы справитесь. И, кстати, ребята, последняя новость очень важная. 25 июня я провожу бесплатный пробник. Чтобы на него записаться, переходите на мой инстаграм. Ссылка на мой инстаграм указана в описании под видео. Подписывайтесь. Пишите мне в директ слово «Пробник». И я расскажу вам, что будет дальше. 25 июня в 10 часов мы будем писать пробник. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...